И последнее предматчевое указание рефери. Мне кажется, что рефери всегда должен давать всего лишь два указания. Первое, не нарушать правила. И второе, показать красивый бой. Ну, это конечно. Но разные же есть правила проведения поединков. Причем, как ты знаешь, бывает и такое, что в одном турнире, когда есть андеркарты и основной карт, в андеркарте одни правила, в основном карте немножко другие правила, более ужесточенные. Роман, я с тобой согласен, но в тот момент, когда ты уже вышел на ринг, в клетку, тебе уже поздно знакомиться с правилами. Это нужно делать до боя. Согласен. А так, а у нас поединок стартовал, между прочим. В правосторонней стойке работает Али Дашуев, базовый боксер. Пока что бойцы ведут разведку боем, присматриваются друг к другу. Я бы даже сказал, позиционную борьбу. Да, 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 да. Ищут свою дистанцию. И вертушечка, вертушечку закладывает Дилер Муминов, но слишком далеко. Ты знаешь, стоя по стойке Дилера, что-то мне подсказывает, что все-таки опыт в ударных дисциплинах у него тоже был. Обрати внимание, как он держит руки, как он двигается. Да, безусловно, какие-то навыки работы в стойке у него определенно есть. Но вот посмотрим, когда спортсмены перейдут к более активным действиям, и, может быть, мы увидим с вами размен. Пока что Дилер Муминов работает исключительно ногами. Вот два удара он нанес, и оба удара были произведены ногами, причем один из них с разворотом. Ну, а что касается Али Дашуева, он пока лишь просто поджимает. Обрати внимание, что Али занял центр ринга, выдавил своего оппонента, что называется, на окраину. И так вот поддавливаешь. Ну, поддавливает, да, но это лишь территориальное преимущество, потому что пока никаких активных действий. Вот такой коротенький лоу-кик с передней ноги под переднюю ногу мы с вами увидели. Не более того, а прошло между тем уже полторы минуты. Кстати, я думаю, рефери уже можно было бы вмешаться и попросить бойцов действовать чуть-чуть активнее. Слишком много позиционной борьбы. Это все, конечно, хорошо, но хотелось бы видеть именно бой как таковой. Али Дашуев опять поджимает. Вот есть, и хорошо справа заряжал Дилер Муминов. Это лучшее оружие против леворуких бойцов. Побольше наносить ударов справа как рукой, так и ногой. Вот опять Дашуев поджал. Бэкфист очень далеко. Неплохо чувствует соперника, надо сказать, Али Дашуев. Но он проваливает оппонента, но пока этим не пользуется. И вот первая попытка контратаковать, и завязались в борьбе спортсмены. Это было абсолютно правильное решение со стороны Дилера, так как оба оппонента, скорее всего, искушены в ударных дисциплинах, переходить в обмен ударами совершенно бессмысленное занятие. Поэтому Дилер выбрал как раз правильное, с моей точки зрения, решение перевести в партер. И, собственно, ему пока это удалось. Да, он сейчас находится в более выигрышной позиции, начинает работать левой рукой. Защищается Али Дашуев, пытается выйти из этого положения. Держит оппонента Али Дашуев, пытается контролировать, пытается не пустить его за спину. Опасная позиция, очень опасная позиция для Али. Да, хорошая позиция, наоборот, для Дилера Муминова, который забирает спину. Сейчас, наверное, будет заправлять ноги и выходить на удушающий прием. Но решил побить, немножечко размягчить. И посмотрите, как сейчас мог бы вырваться Али Дашуев. А тем временем Дилер затягивает петлю, затягивает капкан. И он готов провести удушение. Но, 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 но это ему не удается. Нет, новая попытка, сейчас он взял лучше. Да, более плотный захват растягивает соперника. И рефери должен четко контролировать. И сдается Али Дашуев. Отметим грамотную работу рефери. Он точно посмотрел тот, и увидел тот момент, когда Али объявил о том, что он не намерен дальше продолжать бой. Потому как очень опасная ситуация, и мы с тобой, Роман, видели не один раз, когда спортсмены теряли сознание. На третьей минуте 30 секунды первого раунда, удушающим приемом, победу одержал боец синего угла, Дилер Муминов Таджихистан.